Израиль Израиль. Страна в самом центре Ближневосточного перекрёстка миров. На протяжении многих тысяч лет эта земля притягивала к себе не только своим плодородием и удобным географическим положением. Это священное место сразу для трёх религий – иудаизма, христианства и ислама, оказавших огромное влияние на становление современной культуры. Религий, приверженцами которых ныне является более трети населения всей планеты. Такое пристальное внимание к очень небольшому региону, казалось бы, не должно оставить белых пятен в его истории. Но это только на первый взгляд. Столь лакомный кусок земли, который ныне является территорией Израиля, с давних времён привлекал к себе самых разных захватчиков, от которых местные жители вынуждены были постоянно обороняться. И далеко не всегда им сопутствовал успех. По сути, вся известная история этих мест является историей войн с короткими мирными передышками. Здесь, близ древнеукреплённого пункта под названием Мегида, произошла первая документально зафиксированная битва, в которой египетский фараон Тутмос III разбил войска хананских царей в XV веке до н.э. И в этой же долине, долине Армагеддон, согласно библейским предсказаниям, должна произойти и последняя битва добра со злом. Ассирийцы и вавилоняне, хетты и персы, греки и римляне – все отметились тут. Немало следов оставили после себя и знаменитые крестовые походы. Руины городов и крепостей, возведённых в тот бурный период, ныне являются археологическими памятниками и привлекают многочисленных туристов. На фоне этих памятников практически затерялась небольшая крепость Субейба, расположенная на крутом горном отроге в районе Голландских высот. Долгое время крепость считалась северо-восточной заставой крестоносцев. Однако в ходе археологических раскопок, проведённых здесь в 90-е годы XX века, были обнаружены надписи на арабском языке. Самая древняя из которых содержала дату 1228 год и гласила, построил Осман Аль-Азиз при переходе власти от Муазема к Эль-Камелю. Это послужило основанием для историков проразгласить Субейбу-Мамлюкской крепостью, а 1228 год был принят за дату начала строительства. Между тем, полтора столетия назад, в 1867 году, здесь побывал Марк Твен, который под впечатлением от посещения крепости написал «Ноги наши ступали там, где звенели шпоры многих и многих крестоносцев, и где задолго до них шагали герои Финикии». Неужели знаменитый американский писатель так ошибся, отнеся Субейбу ко временам древних финикийцев, то есть практически за 2000 лет до Мамлюков? Или у него были на то какие-то основания, которые не учли современные археологи? Наиболее интересное место – это западная часть этого комплекса крепости. Здесь очень отчетливо видна на самом деле разница между двумя совершенно принципиально отличными видами кладки. Одна из небольших камней, которые скреплены раствором, и это полностью соответствует версии строительства Мамлюков. А другие камни гораздо большего размера, весом даже в десятки тонн, идущие в основном на основании стен, и кое-где остались руины внешних стен. Вот эта кладка очень сильно выделяется на фоне всех остальных построек. Можно выделить мегалитическую кладку из больших блоков и кладку, которая была сделана, видимо, позднее. Это видно и потому, как она вклинивается в те старые фрагменты. Эта кладка, видимо, уже была сделана в средние века, во времена Мамлюков. Внизу под стенами развалы больших блоков, которые достигают веса почти в 40 тонн. При этом некоторые из них не прямоугольные, а имеют весьма сложную форму. Например, блок, представляющий из себя сразу целую секцию винтовой лестницы. Почему строители не собрали эту лестницу из отдельных плит, а предпочли обработать монолитный блок? Видимо, так им было проще. Здесь вот гигантский камень, причем с закруглением. Причем очень большой закруглением. Особенно там, конечно, интересен внутренний ход. Его почему-то иногда называют то тайным, то подземным, хотя он просто находится за внешней стеной. Вот этот ход, имея в ширину чуть меньше двух метров, высоту достигает в самом низком месте, где-то порядка четырех метров, а в самом высоком месте перекрытия доходит до 8-9 метров. И этот проход сложен как раз из очень больших камней, десятки тонн весом. При этом обработка некоторых камней велась сразу по многим поверхностям. Ты меня просил показать тебе крупную. Да, и огромная благодарность, потому что это очень интересная вещь. Я же почему и сказал, поэтому ее и называют, назвали крепость Немрод. Потому что Немрод, да, это был великан. Причем эти большие блоки не скреплены раствором, а просто притерты друг к другу очень тщательно. Да, внешняя поверхность их грубовата, но вот стыки между блоками очень-очень ровные, очень плотные. Показателен хотя бы тот момент, что несмотря на сильнейшие землетрясения в XVI и XIX веках, благодаря которым крепость была разрушена очень сильно, мегалитическая часть стала все-таки стоять и в очень неплохом состоянии для таких сильных землетрясений. Официальная версия, что мамлюки выстроили эту крепость с нуля, как-то не вызывает никакого доверия, потому что не работали мамлюки с блоками такого размера. Ну и, собственно, уровень обработки камня тоже их обработки не соответствует. То, что они могли на древнем основании выстроить необходимую себе крепость, да, это, пожалуйста, но древнее основание к ним никакого отношения не имеет. Вот возникает полное ощущение того, что эта часть, она чужеродна вот всем остальным сооружениям. И на самом деле мы даже нашли место, где существуют явные свидетельства, что именно мегалитическая часть была построена раньше, чем все остальное. Там, где стенки построены мамлюками, примыкают к мегалитической кладке. Там как раз виден достаточно четко порядок строительства. Но если не мамлюки это строили, не Салах-1, то тогда кто? Версии крестоносов тоже не выдерживают критики. Мало того, что здесь такие огромные блоки, но они были бы еще как-то понятны в каком-то крупном центре. А здесь глубинка Святой Земли, совершенно незначимое место, где ресурсов крестоносов не было. Между тем, вот из таких блоков возведены внешние стены и сохранившийся коридор. Совершенно нелогично. Тем более, что даже в Европе, в крупных городах, все, что там строили потом крестоносцы, пришедшие из Святой Земли, повторяя стиль, в общем-то, оно выстроено из гораздо более мелких камней и с применением раствора, в отличие от того, что мы видим здесь. Между тем, легенды и предания самих арабов, которые должны были бы по идее помнить о сооружении этой крепости Мамлюками или Салахаддином, утверждают о том, что эту крепость строил Немрод. И, собственно, это носит название «Гора Немрод» и «Крепость Немрод». Согласно древним легендам, Немрод был великаном. Возможно, конечно, что на мысли о строителе великане арабов навели большие размеры каменных блоков, из которых выстроена мегалитическая часть крепости. Но не исключен вариант, что в этих преданиях речь идет о вполне реальных событиях. В то же время, если мы вспомним, так сказать, Ветхий Завет, книгу Исход, числа и тот эпизод, когда Моисей выбил евреев из Египта, он привел их на границу земли Ханаанской и послал 12 разведчиков выяснить, что произошло задолго отсутствия там евреев. Разведчики вернулись через 40 дней в страхе и доложили, что земля Ханаанская заселена сынами Енакима, племенем Енакимов, людьми исполинского роста, которые живут в хорошо укрепленных больших городах. Именно это сообщение привело бежавших из Египта евреев в ужас. Они разверились в Господе и чуть ли не подняли бунт. После чего наступило всем хорошо известное 40-летнее путешествие евреев по пустыне. Сегодня исследователи датируют исход евреев из Египта примерно 12-13 веком до Нового Эта. Если мы относимся к Верховному Завету как к источникам, содержащим определенную историческую информацию, получается, что Моисей со своими соплеменниками, придя в землю Ханаанскую, обнаружил там хорошо развитую городскую цивилизацию. Причем города этой цивилизации были засеяны племенами людей исполинского роста. О великанах, которые обитали ранее на этих землях, говорили также давшие нам интервью самаритяне, хранители традиций, великий Коэн, главный превосвященник и смотритель музея самаритян. Были ли хананцы великанами или гигантами? Да, конечно, они были сильными. А каков был их рост? Например, в Хевроне были гиганты. В поколении хевронцев все были великанами. Амаликитяне и остальные народы были великанами и были сильными. В прочем Ветхом Завете достаточно много упоминаний о расе великанов, начиная с первых нефилимов, которые входили к дочерям человеческим, потом рефаимов, которые к моменту Моисея уже практически исчезли, вымерли. Но наряду с ними упоминаются другие племена. Те же Енакимы, Зузимы, Замзузимы. О всех они говорится, как о людях исполинского роста и огромной силы. Один из последних представителей этой расы был хорошо всем известный Голиаф, которого породил Давид. Не так давно одна из американских газет сообщила, что некий археолог, доктор Саймон Дорп, обнаружил четырехметровый скелет с дыркой в черепе. Этот скелет якобы был найден в 1996 году в долине Эла у подножия Иудейских гор, где и произошел упоминаемый в Библии бой Давида и Голиафа. Однако в результате проверки этой информации нам удалось выяснить, что в самом Израиле о находке Голиафа ничего не известно. Более того, такого доктора археологии в природе не существует. И никто с подобным именем разрешений на раскопки не получал. Применительно к этой находке можно говорить, что это была газетная утка. Но помимо таких вот созданных искусно археологических находок, то есть дезинформации, существуют и хорошо подтвержденные, и задокументированные находки остатков людей гигантского роста, по всякому случаю, выше двух с половиной, а то и трех метров. Однако эти находки совершенно не афишируются. Тема не только в Израиле, но и в Соединенных Штатах Америки, в Турции, в Южной Америке совершенно не получает никакого развития и не становится предметом научных интересов специалистов. Находки, мягко выражаясь, растворяются где-то в запасниках музея и не поступают, опять-таки, в научный оборот. Вот что удивительно. Нашли где-нибудь в Египте или в Перу новую мумию, это становится мировой сенсацией. Хотя этих мумий там тысячи были уже найдены до этого, об этом трубят все средства массовой информации. Но если найдут мумию гиганта или скелет, я думаю, что это попросту не попадет в прессу. На мой взгляд, одно из самых простых объяснений, почему этого не происходит, заключается в том, что существующая ныне концепция истории рода человеческого уже достаточно устоялась, и она всех устраивает. Прежде всего устраивает самих ученых-специалистов. Зачем огород городить, когда и так все хорошо? Лучше заниматься более простыми вещами, которые не потребуют, в первую очередь, пересмотра основных фундаментальных положений существующей теории. Вот что самое главное. Был ли великаном Немрод, которому легенда приписывает строительство крепости Субейба, неизвестно. Немрод — это мифологический персонаж, который вообще непонятно кто был. Он то гигант, то царь, который строил Вазелунскую башню, то полубог, то вообще бог, который правил такими землями. И, например, в армянской мифологии Немрод отождествляется с Белом, то есть с Валом, основным конкурентом Яхве. Армянская же версия пересекается еще с одним преданием, где женой Немрода называется Иштар Илья Старта, верховная богиня на Ближнем Востоке. Она же жена Вала. Судя по всему, под именем Немрода в тех легендах и преданиях, которые дошли до наших дней, скрывается сразу несколько прототипов. Причем не только вымышленных, но и вполне реальных. Один из любопытных моментов в легендах, связанных с Немродом, является то, что по преданиям он обладал некими одеждами, магическими или волшебными, которые позволяли ему быть искусным охотником. Звери, увидев эти одежды, замирали или даже падали замертво, что приносило Немроду славу великого охотника. По тем же преданиям, зафиксированным даже в библейских текстах, эти одежды Бог сшил Адаму перед тем, как изгнал Израиль. То есть мы ведем речь о том, что Немрод обладал некими предметами богов. И эти предметы обладали некими свойствами, которые выходили за рамки возможностей не только того времени, но и нашей современной цивилизации. Упоминание о подобных предметах встречается в легендах и преданиях самых разных народов. Можно, конечно, посчитать это простой выдумкой или фантазией наших предков, но если принять версию, что боги были вполне реальными представителями очень высоко развитой древней цивилизации, следы которой действительно встречаются почти по всему миру, то дело принимает иной, гораздо более интересный оборот. Когда мы говорим о древних цивилизациях, возможно, цивилизациях, которые существовали в более древние времена, то всегда заходит речь о материальных свидетельствах, которые могли остаться от контактов с представителями более древней культуры. И мы находим такие подтверждения уже даже в Ветхом Завете. Их можно перечислить по пальцам, и часть из них дошла до нас в более-менее адаптированном виде. Но, тем не менее, писания такие четкие, в связи с тем, что это были реальные вещи, что они не были созданы в воображении людей, живших в те времена. Могут возразить, что их следов сегодня не найдено, и неизвестно, на самом деле, существовали или нет. Но, поскольку мы говорим о самых священных артефактах, имеющих сегодня до сих пор свои отношения к иудаизму, то вполне логично предположить, что просто еще не настало время для того, чтобы они были пристально в всеобщее обозрение. Однако, если контакт двух принципиально разных по уровню развития цивилизаций имел место в реальности, то память наших предков о предметах богов могла остаться не только в текстах и устных преданиях. Она вполне могла сохраниться в каких-то религиозных ритуалах и культовых предметах. Например, в том предмете, следы использования которого Александр Розензавт обнаружил непосредственно в мегалитической кладке крепости Немрода. Бросается в глаза присутствие на одном из главных входов, выбоины, которая могла использовать только с одной целью, для того, чтобы прикрепить туда мезузу. Даже форма полностью соответствует тому, что там могла находиться именно мезуза, а не что другое. Мезуза – это вот такая продолговатая коробочка пустотелая. Вот сюда внутрь вкладывается кусочек пергамента, то ли с молитвой к Богу, то ли с текстом из Торы. И вот эта коробочка крепится на косяке двери, ну или на боковой стойке ворот под небольшим наклоном. Это некий предмет, который, согласно современным представлениям культовым, служит для охраны жилища или какого-то помещения от посторонних людей и от всяких напастей. Цель мезузы – охранять дом от болезней, от врагов. Это своеобразный щит неотъемлемый элемент любого иудейского дома. И это как раз еще является дополнительным аргументом того, что данная крепость к мамлюкам не относится, потому что в официальной истории после того, как землетрясение в 16 веке разрушило эту крепость, она пришла от мамлюков к друзам. Друзы – это мусульмане, это совершенно другая религия, которая не соблюдает традиции иудаизма. В официальной истории получается, что никогда иудеи не владели этой крепостью. Аналогичную форму, подходящую для мезузы, мы видим и на одном из камней, который находился возле крепости, но, вероятно, всего вход, в котором стоял этот камень, был разрушен. И можно видеть только остатки этой конструкции, и там также присутствует характерная выбоина, на которой, без всякого сомнения, могла прикрепляться именно мезуза. Следы использования мезузы на воротах крепости Немрода определенно указывают на то, что версия историков о строительстве ее мамлюками неверна, и крепость имеет гораздо более древний возраст. Однако, помимо этого, обращают на себя внимание детали иудейского ритуала, связанного с мезузой. Когда иудей заходит в дом, он обязан прикоснуться руками к этой мезузе, произнести слова молитвы, ну, а потом пальцы, значит, поцеловать. И таким образом срабатывает ритуал охраны данного помещения. Между тем, это очень сильно напоминает некий датчик, который воспринимает голос, считывает отпечатки пальцев, то есть некое устройство, которое предохраняет вход от проникновения туда нежелательных лиц. И форма, и сам процесс прохождения через мезузу, проход, он полностью соответствует современной, скажем так, технологии прохождения контроля, когда требуется идентификация по отпечаткам пальцев. И когда мы прикладываем палец, мы получаем возможность пройти через закрытые или ворота, или шлагбаум и так далее, здесь тоже существует незримый шлагбаум, который охраняет дома иудеев от проникновения целых людей и оставляет дом все время под защитой. Иудеи воспроизводят в качестве ритуала действия, которые связаны с охранными функциями, но при наличии высокотехнологичного устройства. Налицо сохранение определенных функций, определенных действий, но с небольшой потерей, как бы смысловой, то есть первоначально предмет утрачен, и вместо него используется фактически муляж, то есть нет никакого действительно охранного устройства. Есть даже специальная инструкция по тому, как устанавливать мизузу, на какой высоте она должна быть расположена, каким образом ее нужно крепить на стойке дверей. И вот меня позабавил один момент, что если мизуза устанавливается, скажем, в комнате супругов, то она не должна быть направлена в сторону супружеского ложи. Если она устанавливается в детской комнате, то она не должна быть направлена в сторону, где маленьких детей пеленают и где их подмывают. То есть ограничение на стандартную современную видеокамеронаблюдение. мы опять-таки имеем явно какие-то пересечения с высокотехнологичным устройством. Здесь есть своеобразная аналогия, которую мы можем как-то так соотнести с современными технологиями и технологии, которые могли существовать в древние времена. Вполне возможно, что иудеи могли где-то это или видеть. или скажем так скопировать. Ясно, что во времена древних иудеев, откуда идет эта традиция, никаких подобных устройств не было и быть не могло по нашим представлениям. Но если мы будем воспринимать древние легенды и предания гораздо более буквально и допускать существование в глубокой древности высокоразотой в техническом отношении цивилизации, то почему бы не использовать какие-то вот такие охранные следящие устройства. Это вполне логично и вполне допустимо. А иудеи просто сохранили реальную память о этой цивилизации. еще один элемент который опять-таки наводит на мысль утерянной технологичности но тем не менее остались остался полностью ритуал это наложение тфилина. Тфилин это небольшая коробочка в которую вкладывается кусочек текста торы и эта коробочка имеет два ремешка. При наложении тфилина используется два таких предмета то есть одна коробочка навязывается на руку правши навязывают на левую руку а левши на правую и ремнями повесывают всю руку другая коробочка крепится на голове. Смысл всего этого церемониала он объясняется одним словом то есть человек общается с Богом но для чего при этом необходимы дополнительные элементы никто не может уточнить сколько если существует духовная связь и эта связь не имеет каких-то материальных объектов то логично предположить что общаться с кем-то в такой ситуации можно и без дополнительных элементов но они при этом присутствуют собственно уважение тфилина необходимо производить перед молитвой к Богу что такое молитва к Богу это обращение к Богу связь с Богом мы фактически реально имеем использование неких устройств для связи с Богом то есть иудеи на самом деле сохранили некий порядок действий в своем ритуале и образ некого предмета который был техническим устройством позволявшим производить непосредственную связь с Богом любопытно что в древних текстах упоминается что Тфилин накладывал на себя и Бог то есть Богу тоже необходим было какое-то приемное и передающее устройство для связи и самое вообще парадоксальное что в одной из угорицких надписей описывается наложение Тфилина на голову главным конкурентом ях валом с точки зрения монотеистической религии это не лезет ни в какие ворота а на самом деле если высоко развитая цивилизация имела какие-то мобильные средства связи вот в такой форме то не одно же это средство было в конце концов не в единственном экземпляре поэтому Яхве мог накладывать себе на голову это средство для связи и вау почему бы и не столь явные отчетливые параллели между мезузой и Тфилином с одной стороны и современными высокотехнологичными устройствами с другой заставляют обратить более пристальное внимание и на другие странные предметы упоминаемые в древних текстах может и они не столь фантастичны и указывают на какие-то вполне реально существовавшие предметы древней высоко развитой цивилизации например в священных текстах иудаизма перешедших в ветхий завет упоминается что Моисей при выходе из Египта имел некий посох который позволял ему производить какие-то магические действия но мы сейчас бы назвали это магическими а в принципе это просто действия недоступные нам скажем так у нас нет посоха с помощью которого можно было бы раздвинуть воды море или с помощью которого можно было разбить скалу чтобы оттуда там забил источник воды а у Моисея такой посох был и возникает вопрос что за такой высокотехнологичный предмет который Моисею позволял творить такие чудеса и что это было за устройство мы знаем откуда Моисей получил посох во время исхода из Египта Моисей шел в пустыне Синай в пустыне он встретил цепору дочь Итро значит так Итро получил посох в подарок от Авраама а Итро подарил этот посох Моисею это известно от Авраама от Авраама к Итро от Бога к Адаму от Ноя Аврааму Авраам передал Итро а Итро передал его Моисею это известно и он совершил все чудеса с помощью посоха почему потому что на посохе написаны 10 заповедей вообще на самом деле посох Моисея у меня вызывает ассоциации связи вот с некоторыми изображениями богов древнего Египта особенно отчетливо это можно проследить на фресках храма Сити 1 в Абидосе там боги держат в руках некий посох достаточно странной формы если присмотреться к тем вариантам изображения посоха которые есть в этом храме то можно заметить что посох очень похож опять же на некое техническое устройство например внизу он представляет из себя некую трубку из которой выходит вилка с двумя зубцами эта вилка то находится близко к цилиндру то выдвинутая из него явно вызывает ассоциации с каким-то устройством в рабочем и нерабочем положении вверху на этом посохе находятся три предмета это так называемый ангх знаменитый египетский крест с колечками наверху это тесла такая загугулинка которая якобы отверзает устав умершим и такой загадочный предмет как джетстолб очень похож на наш какой-то современный изолятор но вот эти три предмета тесла ангх и джетстолб образуют как бы основные узлы в верхней части посоха или жезла который находится в руках богов вот когда этот джетстол находится явно в нерабочем состоянии эти предметы просто свисают или как-то скомпонованы вместе а когда на изображениях явно показывается взаимодействие бога с кем-то из окружающих например там с фараоном каким-то или с другим человеком то нередко верхняя часть жезла вот эти предметы выстраиваются как бы либо в одну цепочку либо частично там каким-то образом направлен в сторону как раз человека то есть речь идет о том что в данном случае очень похоже на технический предмет во время его функционирования те же три основных предмета ангх тесла и джет боги использовали поодиночке или в разных комбинациях и без посоха возможно что каждый из них представлял из себя некое техническое устройство с непонятными нам возможностями а комбинациях вместе с посохом усиливало суммарное воздействие или расширяло диапазон этих возможностей не исключено что и Моисей получил нечто подобное но какова дальнейшая судьба посоха Моисея этот посох оставался у Моисея все время пока он не достиг горы него и там умер 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 понятно что посох должен быть у колена леви поэтому я думаю он конечно передал его Эйлазару он не мог передать его предводителю Иисусу Навину по моему мнению он дал его Эйлазару и если он не передал его Эйлазару то посох ичез вместе с Моисеем почему чудеса совершенные Моисеем закончились а Аарон использовал бы посох но секрет исчез с Моисеем и неизвестно куда Другое возможное соображение это то что когда народ Израиля вошел в Иерихон они не использовали посох а использовали трубы да трубы поэтому если бы с ними был посох они бы использовали его но он бы им помог но я думаю что посох ичез с Моисеем И конечно с Израилем связан один из самых загадочных предметов богов это знаменитый ковчег завета если ориентироваться на описание священных текстов то можно обнаружить что это была не просто коробка в которую складывали там 10 заповедей на самом деле это была сложная многофункциональная какая-то машина которая производила какое-то энергетическое воздействие извне могла убивать людей могла снижать собственный вес то есть воздействовать на гравитацию в то же время выполняла функцию аналогичную к филинам то есть было средством связи с богом мы здесь видим явные признаки технологичности этого объекта и разрушение стен в Иерихоне и ковчег просто уничтожал тех людей которые подходили к нему не имея на то права и разрешения доступ к ковчегу имели всего лишь два колена израилевых это прежде всего коины и левиты с современной точки зрения ковчег имел вполне определенные системы защиты без здания храма никто не может приблизиться к ковчегу завета это потому что нужна специальная одежда нужны коины которые проведут службу нужна минура для освещения также существуют обряды очищения и другие процедуры перед тем как подойти к ковчегу никто не может подойти к ковчегу завета Загадка ковчега на самом деле начинается еще в тот момент когда в тот момент когда он был дарован иудеям на самом деле непонятно сколько их было он был один или были еще ковчеги судя по тому что во время передачи технологии изготовления ковчега Моисея напутствует словами по образу и подобию того что ты видел до этого логично предположить что Моисей уже видел собранный может даже и действующий ковчег завета вопрос тогда где он его видел и где он находится сегодня Моисей не мог построить ковчег или дать указания на его строительство пока не увидел его на горе Синай Бог показал ему скинию и Моисей построил подобную скинию до сегодняшнего дня никто в мире не знает каково точно устройство ковчега завета каково устройство менноры и светильника какое устройство других вещей почему? потому что это дело рук Божьих поэтому мы не можем дойти до такого уровня со всем уважением к существующему мнению настоящий ковчег спрятан в пещере и не будет найден пока Мессия не найдет его снова ковчег завета таинственным образом исчез вот у нас выходил фильм про версию о том что он находится в Эфиопии израильтяне в эфиопскую версию совершенно не верят они не воспринимают если принять во внимание что ковчег должны были сопровождать исключительно представителей коинов или левитов то эта версия не совсем выглядит достоверной мне кажется что все-таки ковчег не покидал территории территории современного Израиля и он по-прежнему находится в этих местах по мнению самаритян все иные версии возникают из-за того что ковчегов было несколько точнее был ковчег завета Моисея и были копии ковчега по нашей вере ковчег Моисея исчез его спрятали в пещере что касается других ковчегов их каждый раз строили иудеи когда строили храм так как ковчег он неотделимая часть от храма согласно вере как иудеев так и самаритян настоящий ковчег завета должен вернуть людям мессия который предъявит свидетельство своей богоизбранности как и Моисей а провозгласить приход мессии должен главный первосвященник великий коин и тут мы сталкиваемся с довольно парадоксальной ситуацией поскольку исторически сложилось так что у иудеев нет первосвященника он есть лишь у самаритян если придет мессия то единственные кто смогут подойти к ковчегу когда он будет найден будут самаритяне точнее первосвященник верно верно потому что кроме самаритянского нет больше в мире первосвященника у иудеев нет первосвященника наш первосвященник потомок леви это во первых во вторых по нашей вере ковчег завета и лескиния будет найден только на горе грязины почему так написано у самаритян в самой древней книге которую написал лидья арон эта книга открывает нам все секреты в ней написано что это должно произойти только на горе грязины и что только мессия такой как моисей может это сделать только истинный мессия а в другие версии мы не верим гора грязин гора благословений самое священное место для самаритян которых сейчас осталось всего не более тысячи человек здесь они возносят свои молитвы к богу самые важные праздники на горе грязин находится главный храм самаритян который был осквернен и разрушен в византийский период есть тут даже своя стена плача стоящие в ожидании появления мессии и возрождение храма именно здесь на горе грязин по мнению самаритян миссии должен явить народу израиля подлинный ковчег завета однако где сейчас находится ковчег в пещере в горе грязин или в каком ином месте на территории израиля они предпочитают умалчивать может ли действительно ковчег завета находиться на территории израиля где-нибудь там в пещере спрятаны или у кого-нибудь в подвале у меня это долгое время вызывало очень сильные сомнения потому что ну уж слишком примечательный объект и очень важный вообще не только для иудаизма но и для христианства для ислама для трех мировых религий но вот сильное впечатление на меня произвел следующий факт когда юнеско объявила могилу праматери арахель мусульманской святыни там сейчас стоит действительно мечеть то был большой скандал израильский князь от даже призывал разорвать общие отношения с юнеско потому что могилу праматери арахель это считалось иудейской святыни вдруг необъяснимым образом на свет появились ключи от могилы древние ключи которые много столетий хранились в семье иудейской семье и о существовании этого артефакта никто не знал информация об этом не распространялась никакой он хранил у семьях и все и в нужный момент они просто вытащили на свет и показали предъявили что да действительно смотрите это действительно иудейская святыня поэтому я вот как-то абсолютно не исключаю вариант что какой другой иудейской семье запросто хранится посох моисея или даже ковчег завета как бы парадоксально это не казалось но в принципе такой вариант исключить абсолютно не вели в отличие от самаритян ортодоксальные иудеи связывают местонахождение ковчега завета вовсе не с горой грязин а с горой моря в иерусалиме местом где 3000 лет назад ковчег стоял в храме соломона по их представлению в некий момент ковчег завета мистическим образом погрузился куда-то в недра храмовой горы откуда и должен появиться в будущем столь же мистическим образом ну на самом деле как бы возможен вариант в принципе без всякой мистики потому что внутри храмовой горы если ориентироваться на те описания как соломон строил храм и на информацию о проводившейся когда-то там раскопках внутри храмовой горы есть достаточно много полости не исключен вариант что ковчег завета может быть так безусловно под площадью храмовой горы внутри храмовой горы что-то есть это и на уровне просто ощущение и на уровне анализа того как себя ведут нынешние владельцы храмовой горы соответственно арабские представители хранители горы не пускают туда никакие научные экспедиции ни под каким видом пред достоверно установлено что раскопками внутри храмовой горы занимались тамплиер ну вряд ли не рубились просто в глухую скалу скорее всего они шли по каким-то пустотам подтверждение по разным древним источником что там например есть 7 римских цистерн что там существует большие пустоты свидетельства об этом есть но раскопки при современном положении дела на горе вести там невозможно такое место настолько притягательно исторически и туда стремятся попасть наверное археологи всего мира но безусловно показано то что там есть что искать если мы идем на речь о самом интересном объекте храмовой горе то там же все поддельно то есть то что находится с внешней стороны стен храмовой горы да вот это считается территорией израиля здесь израильские археологи могут вести раскопки что касается территории на храмовой горе это уже заведуют мусульманские органы управления и израильтяне туда не допускается никоим образом это противостояние двух религий их вечная борьба за право обладания святыми для них участками земли конечно очень заправлены исследования столь интересного объекта когда речь заходит о храма в горе и тех строениях которые сегодня находятся на ней то мы вторгаемся только запретные темы истории но и запретные темы современности поскольку храмовая гора сегодня это не только уникальный исторический объект но и сложнейший современный узел в котором переплелись политика религия история общее впечатление по стране очень напряженная атмосфера очень высокая плотность какая-то эмоциональная историческая того что сейчас происходит евреи арабы друзы те же самые самаритяне все кто живет на этой территории он старается жить очень локализованно его точка зрения верная точка зрения его соседи неверные у каждого свой взгляд на историю и никакого естественного желания идти на компромисс возникает такое ощущение что поле в котором живут данные люди слишком насыщенные психика не справляются хочется за этим наблюдать через какое-то стекло некий ограничитель вот мы и попробуем проникнуть в тайны храмовой горы через стекло отстраненности не становясь на точку зрения ни одной из ныне противоборствующих сторон но это во второй части нашего фильма а Субтитры создавал DimaTorzok